На этой карте. И теперь презентация логотипов этих коллективов. Хероик или Виталити, кто окажется сильнее? Совсем скоро мы это и узнаем. Уже есть пролет по карте Инферно. Вы же свое мнение пишите в нашем уютном чатике. Также не забывайте нажимать на кнопку follow. А у нас начинается пистолетка. Виталити, атака, Хероик, защита. Кейден, СЗ-армор, Ставан, СЗ-армор также. 3б от Хероик. Виталити отрабатывают по первому и второму центру. Есть поджим ковров от Кейден. У него СЗ-шка слышит пробежку. Но едва он успел себя показать, хотя и открывался префом. Рассчитывая хоть кого-то забрать, получил смачную плюху. Сьюжа забрасывают флешками. Раунд становится все сложнее. Для команды Хероик успевает Сьюж сделать один килл. Этого явно недостаточно. Посмотрите, где Апекс. Он движется с ножом. И прямо сейчас чувствую запах клатча. Видя две головы. Он забирает одного. Пытается растанцевать здесь рефреша. Он также отъезжает. Тесос один. Все очень здорово складывается для команды Виталити. Тесос четкий вантап. По Зайву знает, что Апекс где-то в центре. То есть тут два человека в плейнте. Но Апекс уже подоспел на помощь. Тесос замечает игрока справа, но не перестреливает его. 1-0 за командой Виталити. Падает вниз. Виталити понимает, что их там рассекретили. И разворачивается в сторону базы Б. Там и без того уже была бомба. Но в итоге решает просто, видимо, в пятером вывалиться на точку Б. Правильное решение пока принимается. Выравниваясь по дыму из трубы. Зайву набрасывает смол. Ставн перед дымом. Минус Месута. Дальше флешка. Минус второй. Где-то и Тесос такой третий четвертый фраг. Что? Что произошло сейчас? Апекс один. А ведь казалось не то, чтобы в пустой плейнт прям выходили Виталити. Там был один, второй где-то только на подступах. Игрок-хероик. И этих усилий пока что хватило. Апекс на гробах. Ну, будет пытаться растащить клатч. Клатч Эйс может получиться на самом-то деле. Два фрага уже есть. Еще три нужно сделать Апексу. Половина времени бомбы уже прошла. Дефьюз китов нет на руках у команды хероик. Очень важен первый минус. Апекс его делает нервно. Ай, поздно разворачивается на церковь. Казалось, сделано это на полсекунды раньше. Все-таки забрал бы Кейдиана. Но в итоге Форс отправляется в актив команда хероик. А вот и размен раундами. И, казалось, правильное решение, правильная своевременная ротация от Виталити все-таки оказалась для них похоронной. Прогнали Кейдиана. Ну и Зампе, конечно, в этой ситуации много не сделаешь. Так что Кейдиан просто уходит. За спиной был тиммейт. Разворачиваются и Виталити. Но какой же качественный дым залетает прямо им под ноги. На банан выйти по-прежнему не удается. Хероик удерживает эту стратегически важную позицию под ударом. Также нашивается и длина. Там вообще три игрока датской команды. Часто ли вы такое видите? Один на арке. Еще двое за дымом. Он развеивается. Апекс идет. Но Тесос шел быстрее. Он забирает Апекса. Все сложнее. Виталити становится в этом раунде. 44 секунды. Хотя гранату Датчана нет. Но у них присутствуют хорошие позиции под А. Тьюж. Пропустил Кьоджина. Но заметил Мису. Турефрэш понимает, что это уже игра от Сена. Также неподалеку Тесос. Кьоджин просто залетел в этот плен на плюс W. Тесос. Нет, справляется все-таки Тесос. Зайву тут чуть-чуть оказался поздновато на самом-то деле. Уходит на сейф. Сейф или в Библу? Ну, один в четыре. 16 секунд до конца. Страховать ставку нужно в таком случае Зайву. Промокод в справой части экрана. 20xb. Обязательно пользуйтесь и сохраняйте свои денежки. Вот. Застраховал калаш Зайву. Все хорошо. Это прострелы в коврах. Но тут никого нет. Ждали, пока КТшники отбросят свои гранаты. Ну, а в защите напротив оказывают максимальное давление прямо со старта. Зачастую из-за этого атаки приходится... Ой, как непросто. Вот и сейчас. И два молотовых. И дым. И на банан выйти не получается. Снова агрессивный рефреш. На коврах. Ну, вроде ждали, но поделать с ним ничего не представлялось возможным. Попали. Справедливость. Ради по голове рефреша. Ну, там касочка спасает его от смерти. Ну, и, соответственно, тут атака останавливается. Понимая, что дача не играют агрессивно. Действует очень-очень поступательно. Виталити за его скалашом является основной ударной силой для Виталити. Дым. Подсадка что, над смоком? Или в дымах подсадка? Ну, тут никого нет. Кейдиан там скорее на инфу стоит от угла. Банан уже пропушил ставон. Просто ждут, пока за его сделает фраг. Да, под за его не подставляются. И это тоже проблема пока для французов. Идут все-таки на ДЛ. В арке отсиживается Кейдиан. Ну, сейчас кто-то будет уводить прицел, кто-то давать килл. Еще и флешка. Плевать на это Кейдиан. Но сам он набрасывает свою, урабатывая здесь за его. Несется вперед. И третий минус от него также присутствует. Type-X без армора. Нужно тапать. Приходит ставон. И, по сути, одна потеря. Геройка это устраивает. Вот Датчан. Еще один молотов. Вынудили за его еще потушить этот коктейль. Но за его сыграл очень нагло. Запрыгнул прямо на эти бревна. И в итоге сделал первый минус. Как бы тяжело там не было. Матье все-таки он нашел возможность сделать фраг. Да, хотел снова 29 хп. А теперь задоначенный калаш возвращается на Апексу в арсенал. Кейдиан на ВП. Может быть сейчас будет супер. Нет, флик. Кейдиан даже среагировать не успел. За его продолжает доминировать над дугой. Теперь подбирается калаш. Проверяется Тесос. Айвик неподалеку. За его очень хочет за него ухватиться. Тут же выбрасывает калаш. Обратно подбирает АВП. Давление нарастает под А сайтом. А здесь на минуточку формилку у рефреша на руках. Ну и Сьюж в песках. Об этом тоже Виталити вероятно известен. 42 секунды. Что же предпримут французы? Апекс на АВике играет. Что такое? Интересно. За его напрягает В. Активный фейк. Тесоса все-таки находит. Он при этом дает тиммейтам инфу, что за его был один. Так что выход будет на А. Как справится рефреш и Сьюж? Прострел. Залетел по Сьюжу. Рефреш прикрывает. Но все-таки Сьюж погиб. Рефреш! Очень плотно сыграл. Но не хватило еще одного игрока здесь, Хероик. Не хватило, возможно, еще одного килла. Апекс на 14 хп. Забери его. Один в один. Тесос мог бы разрулить. Клачер он серьезный. Но здесь 1-2 еще с этим смоком. Он набрасывает его себе. Апекс не выпускает Тесоса из смока. 3-2. Размен раундами. Вы уже в основном в этой мета, модерновой мета-игре поучаствовали. И гляньте, как герои делают all-in. Укрепляются вчетвером на, при этом на ребрах. Виталити пятерка идут на Кэддиана. Айвик здесь вполне можно было ожидать. Но Кэддиан, несмотря на блайн, щелкает Апекса. Оттягивается немного назад. Попытка дать стопящую флешку. Но там уже пробежали Виталити. Тесос хелпующий. Может дать подсадку разве что. О, Шок закрывает спину. Пока ни одного фрага нет у Ришара. Ну и вот он первый. Первый. По ставну. Он оформляет. Ретейк. Наверное, не будут уже. Что-то как-то далековато все это время игроки. Рефреш из юж. Есть два смока. Хаешка. Хитрая подсадка от Виталити. На уголке. Обновляется дым. Дается сюда Хаешка. Что-то рефреш начинает понимать. Кэддиан забирает Киоджина на церкви. Но время поджимает. Плюсовый размен. 3-2. Кому-то нужно дефузить бомбу. Игрокам Виталити врываться. И смокает Кэддиан. Не ваншотит. Минус от Зайву. Но бомбка. 4-2. Выбили. 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 Ребята из Хероик отправляются в освоясь. Зайву и Шок. Чтобы одновременно все начали меняться местами. Активный фейк на А. Но с Б, как мы видим, никто не уходит. Читают действия оппонентов Хероик. Да, Ставн в посадке. Рефреши теперь не чекнут. Но это заход в никуда. По факту, да. Здесь и флешками накормили. И Ставн продолжает свою доминацию. Подсадку не смотрят. Федор был прав. На рефреша никто не смотрел. Шок смажет. 5-0. Заканчивает раунд Хероик. Дальняя Хаешка Зайву находит. Это окно по таймингу, чтобы войти в дым. Шокс. Попытается подловить. Да, рефреша удается ему это сделать. Еще. Да ладно. Это что, раунд с дегламой мы сейчас видим? По одному решили отрабатывать Хероик. Минута 22. Шокс уже на позициях Сити. Сжимается кольцо вокруг Тесеса. И он понимает свои шансы. КТ пройдено. Тесес очень параноится. Из-за потенциального наличия соперников на церкви. Но внезапно спину никто пушить не пошел. На Тесеса просто набрасывают дым. Он, правда, с просветом. Но найти бы какой-то комфортный угол. Мне вот этого уголка Тесесу найти не удается. Ксюш что-то готовил. Готовил Хаешку. В итоге все-таки поздновато он ее пробрасывает. Слишком мало ХП снял Апексу. Похоже на сейв. На самом-то деле денег почти нет. Позиция Кейдена вообще ковры. И очевидно уже выходить на ретейк точки никто не будет. И это действительно раунд с деглами. Отличная работа от Виталити. Причем вроде бы и пушат, и гранаты дают Хероик. И пытаются действовать надежно. Реализовывать преимущество по количеству раскида, по позициям. Но, тем не менее, вот французы раз за разом умудряются найти какой-то хедшот, какой-то энтрикил. Сейчас, как мы видим, вообще довели все это дело до победы в раунде. От Б-базу. Так что, интересна причина этого стака. Но пока она не прослеживается. Внезапно рваным темпом выезд от Месуты под флешку Шокса на зигзаг. Фраг там. Киоджин минусует ставна на банане. У Хероик все валится из рук. Появляются ковры. К чему рефреш готов не был. Он-то только-только пытался занимать Грейвьярд. В секунду. Хероик лишаются возможностей для выигрыша раунда. Дай бог им только засейвить. Ну, а Виталити все еще не понимает, что Аплент свободен. Тратят какие-то гранаты. Киоджин пошел, вероятно, фейковать. У него 13 хп. Дает дым на Сити. Пытается вырубить ТСС. Ну, теперь уж все точно безопасно. Аплент свободен. Виталити входит. Въезжают. Влетают. Прямо сюда. И берут четвертый раунд. Да, уважаемые зрители. Явного фаворита как на нюке, особенно на первых парах, так и здесь на Инферно выделить нельзя. Ну, и тем не менее, даже если он ловит блайнд или просто промахивается, там есть бэкдорное отступление к сайту. Кэддиан показывает, что все, что ему нужно, это уйти вправо. Грены на Б уже полетели. Кэддиан чувствует приближающуюся опасность от ворот от флешки. И фраг четко в голову. Здесь на Б1 работает ССК. Кэддиану не позволяет уйти на тройку. И Зайву просто забирает двух опорников Б-базы. Ставн сместиться не сумел. Хотя килл он мог бы оформить через смок, но лучше бы жал до конца. Зайву по трассерам находит и Ставна. Третье убийство для Зайву. И снова такие сьюш рефреш сейвят. Вот и 5-5. Преимущества Хероик нет. Хотя, казалось бы, Кэв выводили на счете 5-4, где Хероик были впереди. Кэв на них все равно был 2. Как раз, что Кэддиан не успел туда зайти. Он, по-моему, зацепился даже за текстуру. Хотя, по логике, все делал правильно. Ну и, может, стоил он за тройку и дал бы один минус. Тогда все было бы иначе. Старый добрый поджим со стороны Медла. Сьюш минус, Кьоджин размен. Правда, из-под рефреша, из-под его удара уже ушли. Рефреш слышал, что ли, каналку или нет? Да, 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 слышал. Заход в каналку. Кьоджин! Классика, классика Counter-Strike. Проверяет эту позицию Кьоджин. На опыте получается, хоть и самый молодой, новый игрок Виталити. Ставн. Паузу, паузу Хероик нужно прописать. Ставн. Готовит флешку для Тесоса. Набрасывается. Тесос. Открытие. И вот уйти бы, не знаю, здесь заигрался уж слишком далеко. Находился его второй соперник для спрей-трансфера такого уровня. Возможно, Ставн сейчас не проверят. Нет, проверяют Шокс. Третий минус. Статистика 3 на 8 сейчас. Но очевидно, что БС свободный. Или здесь будет максимум 1. Но Шокс несется со всех ног. Атака. У Виталити есть. Инферно есть. Нюк у них присутствует. А, Виталити, конечно, молодцы. Если бы еще не пик Вертига и несли просто в салат. Можно было бы только хвалить эту команду. Шокс увидел, по-моему, на КТ оппонентов. Кейдиан уже, уходя на сейв, погибает. Как-то поздно, судя по всему, Хероик приняли окончательное решение сейвить. Рефреш возвращается за авиком. А тут уже... Ой, или унес. Нет. Унес ноги просто отсюда. Ну, да, ладно. 7-5. Смотрим дальше. Закупаются датчане. Немного посовещались во время таймаута и сыграли 3б на старте. Мисута между дымом и коктейлем Молотова находит безопасный участок. Пытается распикать под угол. Флешка его слепит. И он погибает. Вновь под моменталку датчане занимают банан. Да, теперь эта комбина с гранатами сработала лучше. Но за его отсиживаясь на почте минус постав. Ну, ХЕшкой он, вероятно, может догнать Тесеса. Нет, у него 3% здоровья остается своевременно. Сейчас Тесес пронес... Не знаю, пронес свои ноги до плента. Кэддиан, кстати, внедряется в Адом. Минута 0.08. Через секунд 15-20. Он уже... Ну, 15 скорее. Он может быть уже на яме. Готовы ли к этому? То есть, ожидают поджима медла, но ожидают ли поджима ямы игроки Виталити? Это другой вопрос. Не собрав всю необходимую инфу, он сейчас дает тиммейтам кол, чтобы они вдвоем оставались на B. А сам он обкашляет вопросики из-под спины. За его чекает спину, но нужно, нужно давать дым. Ой-ой-ой. Натопал с ножом Кэддиан дал фраг. Хероик здорово прочувствовали момент, что можно пушить, можно лиркерить, можно обходить команду Виталити. Еще вот начиная с момента, когда рефреш здорово пропушил. Да, есть слабые места в тыловой обороне Виталити. Киоджин. Встречается в плент. Переводка на красного Тессона и сам он остается на 12 хп. 19 секунд времени. Выпад рефреш. Одного, второго. 7-6. Виталити идут вообще на второй мид. А два АВП для Хероик имба. Мы видели это на Вертига. Частично могли наблюдать на прошлых Инферно. И глядим на это сейчас в исполнении Кэддиана. Так, а что это он сам решил? Унести АВП Шекса. А, ВП Шекса. Все правильно. Заю, не дай бог, не подобрал. Будет ли вылазка на банан? Нет, здесь таун. Так что смысла это не имеет. Флешка. Промо. Где размен? Размена нет. Четкий фраг отзайву под светошумовую Апекса. 4 против четверых. Но на ВП по-прежнему один Тесс. Возможно, Виталити рассчитывает сейчас на смещение второго игрока Хероик. И тогда они сумеют зайти на Аплэнд, который будет защищаться потенциально двумя. Но у Хероик план другой. Они сделали ставку на Тессу, у которого 14 на 8 стата. А вообще, надо отметить, на Инферно еще в конце прошлого сезона на Б чувствовал себя здорово. Кэддиан в полете, прицелившись, осознав, что больше одного фрага ему не дать, сделал четкий качественный выстрел. Сьюж за дальним ящиком. Прывается рефреш. Но размен минусовый. Все идет к тому, что Виталити заберут первую половину себе. Тесс. Не знаю, даже есть ли ему много смысла сюда лезть. Денег у него 150 долларов. Апекс на бойлере. Хотя, если сейчас Ден ошибется. Но Ден не ошибается. 8-6. Ну и, соответственно, вот с такой довольно шаткой экономикой. Хероик. Кэддиан. Попытался взять на себя инициативу и бразды правления. Вышел с АВП в поджим медла. Но здесь Шокс. Новый снайпер атаки. Команда Виталити. Может быть, и в защите он будет частенько с АВиком этим играть. Еще когда в Виталити был Нивера такой игрок. Именно Берлин Том. Такова фамилия. И скрима, и Нивера, и его брата. Был мейн снайпером на этой карте. С тех пор уже немало воды утекло. И все-таки Шокс по-прежнему на АВП. Инферно бегает. О, попали по ставну. Хотя тот просто сидел инфу в дому собирал. Теперь делать нечего. Нужно открываться с тиммейтами. Стам ловит за его, будучи почти красным. Но раскидка на А уже осуществляется. Хотя и траектория выбрана через длину. Сейчас библиотека. Есть на библу дым? Да, есть. Не позволяет Сьюшу отыграть перед раскрытием смока. Все, внимание на рефреши. Тесоса двоих дым забирает. Стопящий Молотов. Как же здорово сыграл. Ой-ой-ой, Месуто, Месуто. Как же тяжело будет выиграть такой раунд. Залетает в плент. Но это последний пятнадцатый раунд. Тут экономика не важна. Заметил его рефреш и уничтожил. Вот так эпично заканчивается у нас первая половина карты Инферно. Кто, по вашему мнению, здесь окажется сильнее? Потому что по первой половине делать выводы максимально проблематично. Сейчас Хероик темповый раунд разыгрывают под дугу. Здесь укрепление от Виталити в этом плане не угадывают. Но Месуто понесся дальше. Флешка не сработала. Ну или Тесос просто в полном блайнде уработал Месуто. Так или иначе, это момент. Четыре против четырех. Берет бомбу Ставн. Ну и, возможно, будет дан разворот. И тут Виталити оказывается на шаг впереди. Шокс смещается на... Так, так, так. Распрыжка от Хероик. Апекс и Кьоджин на приеме. Шокса закрывают. Смаком все-таки на выходе из библиотеки. Апекс только один минус. Кьоджина закружили. Шокс вылетел в дым. Но было уже слишком поздно. В общем, табуном залетели через Шорт Хероик. И оказались абсолютно верны в этом решении. Но Зайву по-прежнему жив и по-прежнему в деле. Сидит на малых песках. Дым развеивается очень быстро, что играет на руку Матье. Понимает, что под балконом, вероятно, кто-то сидит, не забывая параллельно проверить и ближний к пескам ящик. Один выстрел. Сразу же труп скрывает второго. Видит третьего. Как же качественно он двигается. Но бомба пищит уже слишком быстро. Второго уработал. Попасть бы по третьему. За ему делает это. Хватает ли времени ему? Давайте-ка посмотрим. Видимо. Но. Но. Да, хватает. Что за клачь? Хорошая стопящая флешка, кстати, получилась. Подходит в упор Апекс. Очень много времени сейчас выиграет. Вот этим вот смоком в него. Навряд ли пойдут, когда я шью до 14 хп Апекса. Нужно что-то делать парням в центре карты. Идут на сближение. Кейтиан плюс Фамас. Нет, плюс Фамаса не будет. Ну и теперь остается закрыть эту ловушку французам и забрать раунд. Шок в спине. Внезапно минус делает не он. Внезапно его делает Зайву, который вообще непонятно как там оказался. Все меньше и меньше шансов у Хероик. Апекс даже позволяет себе вынырнуть из смока. Слышит звук устанавливаемой бомбы. Минусует Сьюша. Да, валится по-моему пока из рук карты до Инферно у Хероик Тесос 28 хп. Разрядил обойму в Шокса. Но 28 хп. На него сейчас двигаются всей командой. Байтят Мисуту на Тимфраг. Шокс отрабатывает на длине. Ну понятно, что в случае выхода на плен Шокс лучше бы оказаться где-то в пылу этого сражения. Он и сам он посмотрите. Идет сжать. 1 килл есть. Плюс 600. Армит деньги. Возможно, Шокс и во второй половине в обороне будет мейн снайпером. Это мы обсуждали ранее. Продолжает пытаться тапать. Такими вот стрейфами у Теса остается 8. Ну и Шокс принимает решение обходиться второго медла. Опять же, арморов у соперника нет. Так что, конечно же, Шокс может себе это позволить. Хотя сейчас каналки Шокс демонстрируют, что его ожидают. Пять против четверых. Так, звук каски у нас только что был. Но при этом Мисуту потерял всего 5 хп. Причем у Ставна дигал. Как-то, видимо, сквозь текстуру на Тигробов все залетело. Апекс закрывает Ставна. Ну тут оттягивают неизбежный на самом деле Хероик. Теряют хп, теряют игроков. Позиции абсолютно никакие не заняты. Ну и тут вопрос времени, когда же раунд возьмут Виталити. Попытка пройти вообще сплитом каким-то на базу А. Но тут зайву в малых. Я думаю, справится с Кейден. Тут еще и боком к нему, да. Легчайший минус. Раскрутился и на второй фраг зайву. Ну и, соответственно, по нашим прогнозам 11-7. Ну, он на самом деле частенько в атаке там отыгрывает. Ставн почти на пороге Б-базы. Понимает, где любит играть Апекс. Апекс-то здесь один. И он отворачивается от потенциальной флешки, не понимая, что на него наскакивают контактом. Залетает дым. Апекс думает, ну сейчас как дам свой. А тут уже Ставн. Ну, чертов за его. И тут вставляет палки в колеса. Правда, с рефрешем не справился. Четыре против трех, занятый Б. Для Виталити сейф должен быть. Ну, а тут рефреша пытаются обойти с разных сторон. Понимает, Виталити, что на удержание или на выбивание от точки Б они уже никак не успевают. Рефреш боком все-таки отдает свой девайс. Это плюс какие-то там калашемки. Шокс и Кьоджин могут поменять свои девайсы на более мощные. Ну и, соответственно, сохранить то, что есть. У Виталити Шокс успевает все-таки спрятаться в кармашке. Но Хероик развернулись. Ой-ой-ой, хитроумный фейк, судя по всему, будет. Рефрешик Эйтиан уже с маков в руках. Ахмисуто не перестреливает Ставна, причем внес очень много дэмэджа. Первый начал стрелять, но пресловутый 1% здоровья. Как мы видим, сыграл на руку именно Ставну. Большинство теперь для атаки. И в очередной раз разворачивается нападение в сторону А. А, ну что-то почувствовали Виталити. Вообще отдали Б. Они знают этот раунд. Видимо, да, и зайву. Как же он фликает. Забирает Ставна. Апекс на библиотеке, а Хероик перемудрили. Все-таки Виталити уходит на пустую Б-базу. Еще и Апексу передает привет прям в лицо. 4 в 3 можно сейвить. Виталити знали этот раунд. А раунд-то не тот. Девятый, девятый для Хероик. Хорошо, конечно же, Виталити. Командный эконом. Фантомные факты просто. Ну, может быть, кто-то из биржевых брокеров в чате нам это объяснит. Шокс не дождался все-таки выхода по ребрам. Не знаю, может быть, опасался флешки или чего-то еще. Почему он отсюда убежал? Фраг был довольно близок. И сейчас он подставится по длину. И этот вернулся рефреш как не вовремя. А Шокс на самом деле мог бы отъехать. Вместо этого ставим 23% здоровья и потери для Хероик. И это 5 в 4. Вообще, вчера Спирит намного более активно работали с ранним заниманием Банана, нежели Виталити. И скорее играют на запуск. Но Хероик как вчера, так и сегодня Дугу во многих раундах игнорируют. Сейчас ставка сделана на ковры. Возможно, даже втроем попытаются выйти из балкона. Проблемы в гранатах. Их практически нет. У Кейдиана там дым, флешка. Он их пробросил. Флешка четко в глаза. Но здесь, как мы видим, на подстраховке Апекс находился. Правда, только одним фрагом все ограничивается. Шокс ВП. Нужны, нужны размены. Шокс забирает Красного Ставна. Но получает в бочину от Сью. Жаритейк 2 в 2. Мисута за его. Получает молотов. Очень много времени в плюс зарабатывают Хероик. Кейдиан параллельно пропушил ковры. Так. Главное спину не схлопотать. Прямо сейчас. И Сьюш оказывается один. Он заперт в пленте. Он сидит на первом ящике ближнем. Слышит двоих. Твой звездный час, братан. Нет, этого не будет, говорит Мисута. Пушить и так далее. Зачем Кейдиан туда в ковры пошел? По факту, это была хорошая возможность для него просто обойти двух игроков на миду в спину. И просто предотвратить этот витейк. Он же не ожидал, что за Иву пойдет через вход в ковры. Такое бывает нечасто. Просто так необычно сыграл у нас Матье. И начинаются проблемы на банане. Мисута. Но только один килл не успели по флешкам поработать ребята из Виталити. Четыре против четверых. Убегает Апекс с базы Б. Ответственная за оборону этого плента ложится полностью на плечи Зайву. При этом, я так понимаю, героик до конца уже пойдет именно сюда. Апекс возвращается. Не знаю, успеет он или нет. Зайву ловит флешку. Ловит коктейль Молотова. Меняет свою позицию Апексу, чтобы помочь. Как-то здесь Зайву. Ну, один фраг неплохо, но Апекс там за смоками. Ничего не мог сделать. Простреливает момент установки бомбы. Но плент немного под другим углом стоял. В общем, очередной ретейк нужно делать Виталити. Ого, может Каэдиан. Остается таким образом красным. Апекс считает его смещение. Главное Апексу не спешить. Видит Тесеса. Приходит Киоджин. По инфе. Сьюж снова один, но теперь в еще более сложном клач. Один против трех сносит две головы. Уходит из-под прицела третьего. Здесь немобильный Шокс. Он СВП. Шокс сносится. Все-таки свичает калаш. У него нет китов. На киты валяются прямо под ногами. Сьюж выпускает тридцатку. После этого Шокс смог бы просто садиться и обезвреживать. Плюет на это Шоксинья. Не минусует Сьюжа. И в принципе, даже если бы просто пушил в эти смоки игрок-хероик, он бы все равно ничего не увидел. И до конца понять, это дефьюз-бомба или фейк, абсолютно невозможно. 13.9. Кейдин находит фраг по зайву Апекс Мисута. Теряют хп очень стремительно. Хероик опускать руки не собираются. Пошел пуш медла. Шокс. Двоих увидел. Стопящая флешка. Очень высокий темп этого раунда от Хероик. Диоджин и понять ничего не успел. Как и Шокс. Сьюжа очень разозлили, как мы видим, по интенсивности его фрагов. Десятый Хероик берут. Деньги на нуле у Виталити. Все-таки теряли они многовато игроков в двух последних раундах. Третья фармилка. Как-то долго он там стоял на респауне. Видимо, плотно обсуждали раунд Виталити, но при этом паузу не использовали. Молотов дым от защиты. Апекс еще один коктейль Молотова разогревает. Ставан. Начинает гореть. Но благо первый коктейль уже закончил свое действие. Так что он спокойненько подходит. По две флешки пикает. Ну, это было разыграно на все миллионы этого мира. Хероик молодцы. Запустили просто идеально. Что, и три фармилки остаются. У Виталити к следующему раунду. А здесь еще и рефреш, который может пойти даже понапрягать Виталити. Но 11-13. И с каждым новым раундом, который выигрывает Хероик, все сложнее понять, что в принципе происходит. Любопытно, какие расклады давал бы наш друг Сайджиджбет сейчас. По-прежнему Виталити были бы впереди. Или эти кэфы были бы равные. Дается два смока на Библу, на Арку. Сплит подготовлен хорошо. Киоджин занимает велосипед. Но на многое рассчитывать. Новичку команды не приходится. Вообще, по факту, только на выстрел. Занимается база. 12-13. Один раунд. Уделяет Хероик от ничьей. Временный, понятное дело. И, возможно, Виталити сейчас возьмут еще один тайм-аут. Серьезно, призадумаются. В каком же положении они оказались? И в какой момент их раунды перестали работать? Бая. Здесь она почти сопоставима у атаки и обороны. Так, за его берет АВП. 23-12. Пока его статистика 22-13 у Апекса. Остальные игроки Виталити в минусе. Причем некоторые из них серьезно. В частности, Киоджин минус 9. О, Шокс минус 6. Вообще, ничего не делают с Дугой в этот раз французы. У них не так много гранат. И желательно бы их поберечь. Так что становится на запуск. Очень дешево, почти бесплатно Хероик получает Дугу под свой контроль. И, по-моему, фейковать они не собираются. Подходим, разбрасываемся и въезжаем на базу Б. Вот здесь два опорника. Все лежит на их плечах. Отличная флешка Мисута. Это флешка Цьюжи вообще была. Но вылез Апекс из-за смока. Вроде бы вот-вот зацепились Виталити. Но серия разменов оставляет Хероик на бомбе. Попадает, по-моему, Кэйдиан Рефреш. Допил уже. За его не хочется сейвить. Но нужно, нужно уходить. Понимает это французы. И вновь сейв. Вот уже, ну, раунда в 5, наверное, инициатива очень плотно в руках команды Хероик. Да, попадание Кэйдиана многого здесь стоило. Хотя, скорее всего, произойдет именно это. Видимо, Хероик уже нет большого желания разворачиваться. Они просто запирают пески. И готовятся выходить. Перемещается за его на АВП. Двигаются шифтами. Банан пройден Мисутой. Отсутствие люркера, возможно, как-то помешает Хероик в этом раунде. 27 секунд до конца. Проходится мид. Развеивается дым. За его минус. От Киоджина также фраг. Рефреш. И сьюж 2 размена. Но за его-то на библиотеке запереть его решительно нечем. Кэйдиан вычисляет. Один килл. Второй от Шокса. Один в один остается Кэйдиану. 13 секунд. Время сильно поджимает. Через фейк, скорее всего, будет Кэйдиан играть. Видит голову Шокса. Очень нужен капитанский клатчик. Кэйдиан делает это. Наконец-то появляется. Режим зверя-животного просто от Кэйдиана. Вы видели его лицо. Просто разорвал сейчас эфир. Так что раунд принципиальной важности. Это или довольно серьезный буст к победе для Хероик. Или Виталити все еще будут в строю. Очевидно, оставить датчан без денег здесь не получится. По 10-11 тысяч. Но, тем не менее, навязать борьбу здесь Виталити еще могут. Хотя вот в плане тактики такое впечатление. Раз за разом Хероик переигрывает оппонента. Вообще пустые пески. Пустой плент. Шорт. Шорт. Зайву мажет. Ну, если уж зайву мажет. Сушите весла. Подожди. Шокс-то в деле. Минус из бойлера. Дальше. Ну, так натопывает. Хотя рефреш внедрился в сайт. Кэддиан на пистолете. Шокс ожидает бойлер. Попадание от Кэддиана лишь единожды здесь случилось. Хотя мог бы спокойно отойти к своим тиммейтам. Но решил делать килл. На малых песках дым. Выбивание. С гранатами есть два смока. Есть молотов. Не вижу я, правда, только китов. Так, Сьюж. Выкурили его молотовым, но не убили. В дым выпрыгивает Апиэкс. Это раунд 2 в 3 для команды Хероик. Шоксиньо не перестреливает Сьюжа. 15-й для датчан. Не всей командой с дуги просто ливнули. Рефреш все это время занимался контролем апартаментов. На козырек, наверное, под него отправляется молотов. Такой вот хитроумный. Никакой инициативы от Виталити мы не наблюдаем. Только сейчас под раскид на А. Пошел Апикс давить банан. Отправляет Несуту в Сити. Кэддиан уже выезжает, начинает на тапфу, серьезно напрягая позицию под балконом. Минус Альсюша. Шокса. Плэнти не заметили. Он пытается бревать 7-6 секунд до конца. Рефреш снова делает свой килл. Дожимает по Месути. Один в один момент. Рефреш делает это 16-13 победа команды Хероик. И они заполучили уже третью победу в группе по факту. Какие же последние раунды? Семь подряд. Семь подряд.